Всем привет! Хочу сделать разбор по внутриигровой книге «Змей-дракон» из Токаяно Куни. Сама книга это сборник народных сказок народа Вататсуми и рассказывает небольшую историю инкономии. Первую копию переписал драковец еще когда был жив змеиный бог. Сначала хочу показать вам саму обложку. На ней изображен дракон Глубин и Арабаши. Дальше хочу разобрать такие слова как Токаяно Куни. Это выражение в синтоизме японской религии можно перевести как страна изобилия, страна вечной жизни, вечная страна. Токаяно Куни иногда употребляется в переносном смысле и означает рай, загробный мир. То есть это мир призраков, где само время течет с разной скоростью. Это была мифическая страна, находящаяся далеко за морем. Утопия бессмертия и вечной молодости. Такое является архаичным словом, которое может быть интерпретировано как страна бесконечных ночей. Тогда это название места для постоянного отдыха божества, граница, отделяющая мир земной от мертвого. Мир вечности или страна из вечного изобилия находится за морем. Изначально это место обитания душ усопших, освободившихся от скверной смерти. Представление о заморском крае бессмертных сложилось под влиянием даоцистских идей о Шэньсян-сан, родина божественных гениев. Китайцы помещали ее на мифическом острове Пэнлай, японский Хорайсан, в Восточно-Китайском море и в Третьем-Первом веках до нашей эры даже посылали туда экспедиции. Одна легенда утверждает, что экспедиция достигла Окинавы, с которой у китайцев ассоциировался остров Пэнлай. Концепция Токойо как иного мира за морем была позднее заменена представлением об ином мире в горах. Идея о заморском расположении Пэнлай сохранилась только на Окинаве и на острове Амами. Представлениями о стране Токойо тесно связано с культом Марабито. Японские этнографы делят миллионы божеств Ками на два больших класса – местные и приходящие. К местным относятся Ками, связанные с землей и почвой, родным краем, конкретной местностью. Это духи земли, родовые божества, божества места рождения, усадьбы и дома, боги-хранители территории. Разряд приходящих зачисляет божеств, принесенных волнами, прилетевшими по воздуху, которые не находятся постоянно в мире людей, а приходят из иного мира. Когда они являются из их дух, овладевают людьми. В состоянии одержимости эти люди изрекают Божью волю и вступают в качестве оракулов. К классу приходящих божеств относятся и божества под названием Марабито. Интересно то, что Токойо описывается как страна вечной ночи, подчеркивая, что в Эээнкономии было постоянно темно. В первом большом абзаксе говорится по мудреце Абе Йосихиса о том, что он получил свою мудрость от бога Токойо. Опять же, получается, от бога загробного мира. И что на то время правитель Сын Солнца завидовал Йосихисе и посадил Йосихису в тюрьму за то, что он принес свет в Ээнкономию, создав подземную звезду в до этого темную Ээнкономию. В втором абзаксе говорится о последствиях того, что привнесло создание Солнца, а именно, возможность бороться с драконом Глубин, так как он любил темноту и избегал свет. Но остатки людской алчности и гордыни все-таки победило и снова был избран Сын Солнца как правитель Энкономии. И снова он правил жестокой рукой, облагая народ непосильными налогами и притесняя добрых людей. В последнем абзаксе рассказывается о том, как маленький мальчик пожелал выйти за пределы Энкономии, но в итоге нашел великого змея, скорее всего Арабаши, и попросил его стать их божеством, освободить от Сына Солнца, начав восстание против правителя. И, возможно, с этого момента начался момент, когда Арабаши вывел людей Энкономии на поверхность, скорее всего, создав остров в Адацуме. Надеюсь, что вам понравился такой разбор книги. Я делаю это впервые. Буду рад любым логическим замечаниям. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok